Синдром эмоционального выгорания на работе официально является медицинским диагнозом. Всемирная организация здравоохранения включила его еще в 2019 году в международную классификацию болезней. А этим документом руководствуются медики всего мира при диагностике заболеваний. Также уточняется в описании Всемирной организации здравоохранения, что этот диагноз ограничен именно профессиональной сферой, его нельзя путать с депрессией, он не может применяться к другим жизненным ситуациям. И причем выгорание это не просто синоним стресса, оно определяется как синдром, возникающий в результате хронического стресса на работе, с которым не удается справиться. Среди основных симптомов новой болезни чувство истощения, психологическая отрешенность, проявление негатива или даже цинизма по отношению к работе, а также снижение производительности труда. В издательстве Zvaigzne ABC в Латвии на латвическом языке вышла книга, которая называется «Профессиональное выгорание. Как распознать и предотвратить, вернуть в работу эффективность и радость к жизни». Автором этой книги является доктор психологии, когнитивно-поведенческий терапевт Мария Абблтоня. Вот с ней мы и поговорим в течение следующих нескольких минут. Мария, слышите ли вы студию? Доброе утро. Да, здравствуйте. Прекрасно. Мы вас тоже слышим и видим. Напоминаю нашим слушателям о том, что это интервью также будет доступно на платформе YouTube. Расскажите, пожалуйста, случаи выгорания на работе. Как часто вам приходится сталкиваться с людьми, которые переживают это заболевание? Ну, достаточно часто, да. И в своей такой индивидуальной практике, работая, например, с организациями, это очень частая такая, можно сказать, жалоба. Да, да. И, конечно, не всегда люди приходят и не говорят, что «я профессионально выгорел». Да, очень часто то, что вы назвали эти симптомы, люди просто говорят, что да, пропал интерес к работе, или эффективность исчезла, или же действительно истощение сил, и непонятно, что с этим делать. Да, это не просто усталость, но никак не удается вернуть обратно силу. Так что, да, это достаточно частые жалобы. А проявляются ли они в здоровье человека еще каким-то образом? Потому что найти нежелание работать можно довольно просто у большого количества людей. А вот насколько можно быть уверенным, что это именно выгорание? Ну, на самом деле, действительно должны быть признаки, достаточно интенсивные, обычно из всех трех этих групп разных симптомов. И, конечно, у нас периодически может быть такое, что мы не хотим работать. Выгорание все-таки действительно про хронический стресс, и, соответственно, и хронические симптомы. Очень часто то же самое истощение сил мы можем заметить как проблемы, не знаю, со сном, проблемы с аппетитом, да, мы либо все время хотим спать, либо вообще не можем заснуть, или в 4 часа утра просыпаемся и не можем больше заснуть. Или же мы хотим все время кушать, или мы вообще не хотим есть, да. И, конечно, эти симптомы – это не просто так один день или, может быть, неделю, да, они у нас проявились, потому что у нас было больше работы, просто накопилось. Они действительно проявляются в достаточно долгий период времени. Иногда люди говорят, что они на самом деле страдают даже много лет и просто не знают, что с этим делать. На самом деле потери мотивации и такое, ну, как сказать, даже скука, если она постоянно, ну, как бы на рабочем месте вы ее испытываете, это тоже один из факторов, который может привести к выгоранию. Ну, мы как человеческие существа, нам важно чувствовать смысл того, что мы делаем, и, ну, как бы не делать работу, которую мы считаем, может быть, неинтересной или же даже бессмысленной. Да, я вот понимаю, вот нарушение сна и питания, да, это одни из возможных показателей того, что речь идет о выгорании, профессиональном выгорании. Ну, вот вы заговорили о мотивации, я об этом тоже хотел бы с вами подробнее поговорить. Здорово, когда человеку доставляет удовольствие дело, которым он зарабатывает себе на хлеб, но так бывает не всегда. Вот в данном случае, как здесь с этими мотивационными механизмами работать, чтобы не привести себя к выгоранию? Ну, когда ты вынужден работать, чтобы зарабатывать и кормить семью в конце концов. Ну, да, конечно, бывают ситуации, бывают ситуации кризисные, да, когда нам не приходится выбирать, какая работа есть, такая есть, то мы и делаем. Но если мы смотрим в целом на нашу жизнь, то если, ну, как бы мы всю жизнь, не знаю, 20, 30, 40, 50, 60 лет занимаемся тем, что мы не любим, тогда, ну, на самом деле это вопрос к тому, как мы устроим свою жизнь, да, и почему мы не меняем что-либо в ней. Можно, конечно, сказать, что да, вначале был один кризис, потом был другой, потом был третий, но всё-таки я считаю, что то, как мы проживаем свою жизнь, в том числе и на работе, это очень, ну, как бы важно проживать её качественно, потому что мы не можем сказать, что мы живём только вне работы, да, а работу мы просто там закусили у дела, и каким-то образом мы там проживаем эти часы, эти дни. На самом деле это тоже огромная часть нашей жизни, и очень важно всё-таки находить осмысленное занятие, которое, ну, я не скажу, что приносит нам какую-то там великую радость, что мы каждый день, не знаю, в припрыжку идём на работу, но, конечно, так было бы тоже очень здорово, но на самом деле, которое действительно нам, мы ощущаем как осмысленную, которая, ну, работа, которая всё-таки каким-то образом соответствует нашим способностям, нашим талантам, где мы реализовываемся, да, конечно, будет в каждой работе какая-то часть, которая нам не нравится, да, ну, так действительно всегда бывает, но это не может быть такое, что это просто постоянно, и полностью эта работа, ну, как бы нам не соответствует. Так что я бы сказала, что очень важно всё-таки искать то, что нам подходит. Ну, я понимаю, да, но это вот такой вопрос, который лежит рядом с другими экзистенциальными вопросами, да, вообще, в чём смысл моей жизни, в чём смысл того, что я делаю. Вот в описании книги я нашёл такой пассаж, такую формулировку. «Жизнь не проходит после работы, жизнь не похожа на пальто, которое ты снимаешь, когда приходишь с работы и надеваешь, когда, наоборот, идёшь на неё». Профессиональное выгорание дорого обходится как работникам, так и работодателям. Вот вы упомянули о том, что важно найти такое дело, которое бы приносило ещё и удовлетворение от жизни. А как преодолеть убеждение, что это легко сказать, чем сделать? Ну, в любом случае, любые перемены, они всегда сложены, да, и это всегда просит какое-то напряжение. И мы на самом деле бросаем вызов, да, сами себе очень часто обстоятельствам. И, конечно же, я действительно согласна, что бывают кризисные ситуации, где мы не можем выбирать. Но если у нас такая жизнь, что мы живём от кризиса к кризису, то тогда хороший вопрос, почему у нас так складывается, и почему мы не можем найти какую-то точку, где мы действительно можем реализоваться. Обстоятельства такие? Понятие «пермакризис» всё чаще начинает звучать из уст наших экспертов, которых мы приглашаем. Ну да, перманентный кризис, конечно, мы можем так сказать, но с другой стороны, если он перманентный, то, наверное, он уже не кризис, да, потому что мы, ну, как бы адаптируемся, как живые существа. И на самом деле я не имею в виду, что нужны какие-то великие смыслы там, которые потом вписать в книжки, да. Это наши личные смыслы. Иногда мы любим наше рабочее место, потому что там прекрасный коллектив, потому что мы делаем какое-то дело, которое полезное для общества. Или же мы просто понимаем, что мы делаем что-то очень хорошо, и это приносит, не знаю, радость кому-то. Это могут быть такие действительно простые смыслы. И профессиональное выгорание, оно очень часто про ту среду, в которой мы работаем. И если мы работаем в среде, которая полна конфликтов, в которой, ну, не знаю, какое-то давление эмоциональное, постоянное, да, нет никакого уважения друг к другу, то, конечно, хороший вопрос, как долго мы сможем там работать без последствий для собственного здоровья. К сожалению, ну, Латвия находится на последнем месте по здоровому такому образу жизни, ну, вернее, по количеству лет здорового и здоровой жизни, да. Мы в Европе самые последние, то есть мы заболеваем быстрее, мы меньше живём, ну, лет без болезней, да. И очень часто это связано с тем, как мы простраиваем свою жизнь не только, ну, скажем так, вне работы, да, там, занимаемся ли мы спортом или нет, но и то, в какой среде мы работаем, как долго мы, может быть, не знаю, не ищем помощи, да. И очень часто сталкиваюсь с тем, что, как бы, люди, которые приходят за советом или за помощью, они очень часто терпели, не знаю, 8, 9, 10 лет. То есть такое, как бы, терпеть какие-то неудобства очень часто мы научились, но, к сожалению, мы не научились, ну, может быть, наоборот, простраивать жизнь, в которой мы себя чувствуем, ну, более или менее удобно. Я не говорю сразу же действительно там очень-очень счастливыми, да, но, по крайней мере, где мы чувствуем, что мы в каком-то смысле на своём месте. Ну да, вот действительно, я вот тут поделюсь своим личным мнением, не знаю, сколько вы его поддержите. Мне кажется, у нас в обществе есть стигматизация беспомощности, то есть ты не можешь обратиться за помощью, считаешь, что таким образом проявляешь свою собственную слабость. Вот если я вас правильно понял, то вот этот вот и поиск помощи, и осознание того, что за помощью следует обратиться, психологическая помощь, касается ли это выгорания на работе либо других проблем, необходимо сделать для решения проблемы. Конечно, конечно. И разговаривая с коллегами-психиатрами, они всегда и на любой конференции, ну, как бы говорят о том, что даже с депрессией люди обычно в среднем 7 лет ждут, прежде чем первый раз обратиться за помощью. А на самом деле проблема уже запущена. То же самое с эмоциональным или профессиональным выгоранием. оно образуется на месте, где хронический стресс, и где мы хронически не справляемся таким хорошим способом. Ну, хорошие способы справления со стрессом, но они обычно связаны либо с решением проблем, либо с решением конфликтов на рабочем месте, или же, там, не знаю, с переговорами с начальником о том, что, не знаю, объем работы не соответствует тому, что вообще человек может нести на своих плечах и так далее. Или же, не знаю, там, хороший спортивный образ жизни, там, хорошее питание, хороший сон и так далее. Мы все знаем эти стратегии, да, но очень часто мы грешим, и то, чем мы занимаемся, мы хватаемся за такие палочки-выручалочки, которые нам дают энергию, например, на какой-то краткосрочный период, а в долгосрочной перспективе означают, на самом деле, еще больше проблем. Ну, например, я чувствую себя усталой, изнеможденной, что я делаю, не знаю, иду, кушаю сладости, да, или, там, три литра кофе выпиваю, или если человек чувствует, что он, не знаю, начинает цинично относиться к работе, все начинает раздражать, не нравится, очень часто, ну, как бы после работы выпивается алкоголь, да. И, соответственно, ну, вроде бы на минутку, на десять, на полчаса мы вроде бы как-то решили эту проблему, а на самом деле мы ее не решаем, и эти вот такие неудачные стратегии решения проблем, они очень часто, они как бы, ну, замыкают этот порочный круг, и мы просто годами находимся в этих проблемах. Ну, вот вы несколько раз упомянули о том, что это среда, в которой находится работник, а значит, это не только дело самого работника, но это дело работодателя. Можно ли как-то уменьшить риск выгорания своих сотрудников, а вместе с тем и увеличить их эффективность? Что делать работодателям для того, чтобы его сотрудники не выгорали или выгорали меньше? Ну, да, и поэтому я книжку тоже писала с таким посылом и для тех, кто работники, и для тех, кто работодатель или кто занимает постначальника. Потому что, конечно, работодатель может позаботиться о том, чтобы, ну, на самом деле руководители были обучены, как руководить людей, например. Потому что иногда, и я это слышу не один, не единожды, бывают такие ситуации, когда руководителем становится человек, который просто хороший специалист. На самом деле, как решать конфликты, как мотивировать людей, как помогать им решать какие-то сложные задачи. Это человек не знает. И он думает, ну, господи, ну все же взрослые, ну что такое? Идите там и решайте свои проблемы. И на самом деле это создаёт такую почву для эмоционального выгорания и для других достаточно больших и сложных проблем. Во-первых, да, вот заботиться о своих руководителях. Потом, ну, думать о том, как устроены процессы, как и есть ли перенагрузка или нет её, да, и насколько она хроническая. Те же самые микроклимат, да, насколько эмоционально такие поддерживающие отношения. Ну и, конечно, заботиться о позитивной обратной связи, потому что её очень часто у нас не хватает. И то, что происходит, что люди живут в таком вакууме, где они либо получают критику, либо ничего. Ну, как бы ты выполнил свои обязанности, ну и хорошо. Но на самом деле для того, чтобы мы были мотивированы, нам нужна эта положительная обратная связь, плюс ещё это действительно фактор, который защищает нас от выгорания. Ну, я понимаю. То есть самим работодателям нужно учитывать, что это одни из факторов, которые также надо встраивать в рабочую деятельность и относиться к нему соответствующим образом, да, идти также на коммуникацию со своими сотрудниками и уменьшать, таким образом, риски выгорания. Спасибо вам большое за комментарий, за рассказ, за советы. Вместе с нами на прямой связи была Мария Аболтиня, доктор психологии, когнитивно-поведенческий терапевт, автор книги о профессиональном выгорании, выпущенной издательством Звайкзна АБЦ, рассказывающим, как распознать, предотвратить и вернуть в работу эффективность и радость жизни и бороться с профессиональным выгоранием. Думская площадь. С добрым утром!